Вместо пособий участие в проекте Орлео. Многодетная мать Айнуржа Манкулова решилась на необычный эксперимент и не прогадала. Вместо ежемесячных пособий молодая женщина получила разовую материальную помощь на открытие собственного дела. Мне рассказали о программе, я согласилась. В марте получила 469 тысяч тенге. На них приобрела оборудование, ткань и сейчас шью одежду для женщин. Я сама по образованию бухгалтер, но работала недолго. Больше в декрете сидела. За это время освоила новую специальность. Сейчас, думаю, расширяться и открыть свою точку на рынке. Айнур делится дальнейшими планами не только с журналистами, но и с министром Тамарой Дусеновой. Две женщины быстро нашли общий язык. Оно и понятно, ведь речь идет о детской одежде и наборах для новорожденных. Отплатив перешли к новым технологиям. Следующая точка в графике рабочего визита госпожи министра – завод по производству цемента. Специалист предприятия рассказал о новых способах производства цемента. В ходе общения с представителями предприятия Тамара Касымовна отметила, время черных зарплат в конвертах прошло. Если у вас работает работник, и вы индивидуальный трудовой язык учили, и оплату даете в конвертах, завтра он пойдет в поликлинику. В поликлинике выходит его фамилия. За него вы отчислений не сделали. Ему скажут, ты работаешь или не работаешь. Не работаешь? Ты не работаешь, у тебя нет статуса здесь. Он даст из них медицинал-комик-жок в арктуру кельмозе. Этот человек куда придет? Придет ко всем к вам и скажет. Моя медицинал-комик-жок пишет. Не на арктуру, не на арктуру, не на арктуру, не на арктуру. В первую очередь вам нужно всем заключить индивидуальный трудовой договор, указать его заработную плату. И с этой заработной платы нужно будет отчислять на медицинской страховой. Это 1%. В этом году 1% от его заработной платы. Познакомилась Дюсенова и с работой Центра занятости населения. Работа здесь ведется в электронном виде для комфорта горожан. Специалисты Центра оказывают государственные услуги более 200 гражданам ежедневно. Здесь можно узнать о вакансиях, получить микрокредиты, зарегистрироваться в качестве участников госпрограмм, в частности СЕРПА. Итоги поездки были подведены в ходе совещания, которое прошло в административно-деловом центре Шинкента.